Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мой сегодняшний собеседник вам хорошо знаком. Это Кирилл Бадулин, руководитель отдела адресных проектов закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Здравствуйте, Кирилл. Добрый день. Вы только что вернулись из Индии, где приняли участие в 12-й международной выставке «International Railway Equipment Exhibition». Расскажите, где она проводилась, о ее месте и значении для Индии, Азии и в целом для всего мира. Так бы я сформулировал. Данная выставка проводилась в выставочном центре Прагати Майдан в городе Дели. Это огромный выставочный центр, в котором она заняла несколько павильонов. И в целом можно сказать, что эта выставка является одним из серьезнейших событий в транспортной отрасли для Индии и для всей Азии. Всего, насколько мне известно, в ней приняло участие порядка 20 стран различных. И в целом могу сказать, поскольку азиатский рынок, если говорить обо всем мире, для транспорта является одним из, наверное, определяющих, то можно сказать, что данная выставка, наверное, весьма важна и для всего мира. Понятно, что емкость индийского транспортного рынка поистине безгранична. Тем не менее, может быть, у вас есть какие-нибудь конкретные цифры по востребованности струнного транспорта Юницкого в этой стране? Да, мы на самом деле проводили специальные исследования на эту тему. И по нашим оценкам потребность в струнном транспорте на рынке Индии составляет как минимум 130 тысяч километров дорог. Это, хочу сказать, это в два раза больше, чем протяженность железных дорог в настоящее время. Впечатляет. Хотелось бы также уточнить, чем было вызвано решение участвовать в выставке. И было ли оно следствием работы с совместным белорусско-индийским бизнес-форумом, который произошел одновременно с визитом в Индию главы нашего государства, если не ошибаюсь, 11-12 сентября этого же года. Ну, на самом деле это элементы единой стратегии. То есть наша стратегия на Индийском рынке – это продвижение нашего проекта в различных сферах. И если говорить о бизнес-форуме, это продвижение как раз в сфере деловых кругов, прежде всего индийских. А выставка как раз касалась уже представления в транспортной отрасли, продвижения нашего проекта в транспортной отрасли, а также представления широкой общественности. А что было, кстати, представлено на стенде SkyWay? Что вы показали широкой общественности? Какие-то модели, макеты, какие-то конкретные проекты? Вкратце расскажите, пожалуйста. Ну, основной фишкой нашего стенда была модель струнного транспорта в пропорции 1 к 10, которая пользуется наибольшей популярностью. И с ней все фотографировались, все ее активно изучали, и некоторые не могли понять, что это такое. А кто вообще? Да-да. Кроме того, была представлена модель струнного транспорта в пропорции 1 к 50, также модель струнного рельса, мотор-колесо и охрана модели. Мы еще до вашего возвращения по публикациям местных средств массовой информации знали, что наш стенд находится в центре внимания. И, прочитав интервью, которое вы дали газете Indian Express, у нас возник к вам же вопрос. Так все-таки, процитирую, наша компания не конкурирует с существующими производителями, вы сказали. А на вопрос, кто ваши конкуренты, чудали, ответили, в основном это инновационные транспортные системы проект Hyperloop Илона Маска, Митрина и SkyTran из Израиля. Так все-таки есть у нас конкуренты или их нет? По вашему мнению? По моему мнению, все существующие транспортные системы, особенно которые существуют в Индии, а это, если вам известно, это поезда, которые обвешаны людьми, которые в них не помещаются, это для нас не является конкурентом, поскольку это совершенно некомфортная транспортная услуга. Мы же предлагаем современный, комфортный, экологичный вид транспорта, при этом пассажиры тратят минимальное время на передвижение. У них остается максимум времени для себя. И если говорить о наших конкурентах, то это только те компании, которые могут предложить что-то аналогичное. То есть комфортное, быстрое, удобное перемещение. Но и при этом также могу отметить, что если говорить о всех проектах, о которых я уже говорил, то есть Hyperloop, Митрина, SkyTran, то все эти проекты пока в настоящее время существуют только в виде, по большей части, картинок. У них пока нет тестовых участков. И дизайнерских визуализаций. Спасибо большое. Поскольку вы руководитель адресных проектов и вы работали активно на выставке, значит ли это, что там обсуждались какие-то конкретные проекты и подписывались, возможно, соглашения, договоры? На самом деле отдельные проекты обсуждались, но о соглашениях, наверное, пока говорить преждевременно, поскольку это новая транспортная система, которая пока не всем известна на этом рынке. И чтобы принимать решение о глобальном сотрудничестве, должно пройти какое-то время. То есть цель вашего участия не является стандартной, как, допустим, у производителя холодильников, или электровозов, паровозов, еще каких-то уже завоевавших рынок изделий. То есть заключил ты там 10-15 контрактов, это здорово, не заключил ни одного, это плохо. В чем все-таки цель была тогда, основное участие? Наша основная цель участия – это получение максимально возможного количества контактов, новых контактов на этом рынке. Прежде всего с представителем предприятия, вот я могу сказать, что мне удалось собрать целую пачку визиток по итогам поездки. В ближайшее время мы будем все эти контакты отрабатывать, доводить до какого-то значимого результата. Понимаю ли я вас правильно, что участие в выставке оправдало ваши ожидания? Да, полностью оправдало. Также могу сказать, что на выставке вместе с нами были представлены такие крупные компании, как Siemens, Hitachi, Bosch. Посмотрев на их стенды, можно сказать, что наша продукция однозначно более интересна, потому что, например, Siemens предлагал высокоскоростной поезд, у которого максимальная скорость передвижения – 250 км в час. Ну, у них есть, конечно, и побыстрее, но, наверное, стоимость заоблачная. Вроде проект вообще закрыт, да, по Маглеу, да? Насколько я знаю, да. Если участие в выставке организовано правильно, то основная работа проводится не на ней, а после нее. О чем нам, скажем так, говорят все те визитки, которые вы показали? Чем вы в данный момент занимаетесь? Сейчас я занимаюсь сортировкой и приоритизацией полученных контактов, и на основании этой работы далее будет продолжено взаимодействие с индийскими партнерами, и я надеюсь, что по результатам мы получим много новых адресных проектов. Спасибо вам большое. Желаю всем нам этих проектов побольше и покачественней. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте, поддерживайте наш проект, и даже не самое теплое время года будет согрето теплыми воспоминаниями. Строй SkyWay! Спасай планету! 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 Продолжение следует...